Перевел и озвучил Абдоков Эльдар, специально для бэсжимания.ру Сегодня я расскажу, как сорвать двойной захват за пояс. Это довольно-таки распространенный способ держать пастуру и придавливать соперника к татами в закрытом гарде. Некоторые так пытаются раскрыть гард, давя в пояс и делая вот что-то такое. Иногда они раскрывают гард, и дальше путь к проходу уже открыт. Как же остановить эти попытки? Что делать с захватом за пояс, даже если он держит его одной рукой? Это действительно может быть проблемой. Для него это довольно сильная позиция, и сорвать захват обычным способом будет непросто. Но если я согну его запястье вот так, под 90 градусов, сделать это будет довольно легко. Так как лучше согнуть его запястье под эти 90 градусов? Если он вдавливает кулак в меня вот так, правой рукой я хватаю его рукав. Если он держит правый, то я беру захват тоже правый, крест-накрест. Ребята, как сказал один человек, используйте ги, если у вас возникла проблема с ги. И тут проблема в том, что на мне повязан пояс, и соответственно ги, так что я буду использовать его ги. Моя левая рука проходит под его рукой и хватает мое правое запястье. Тут я подтягиваю руки вверх и на себя. Видите, его запястье сгибается, как я показывал ранее. Тут я могу сбросить его руку в сторону и перейти к своей атаке. Но можно сделать еще вот что. Берем захваты, срываем его захват. Тут можно перекинуть свою руку через голову. Это будет немного непривычно в первый раз, но ничего страшного. Вы должны подтянуть свой захват на его рукаве себе за затылок. Это очень эффективное движение. Левая рука, соответственно, накрывает его руку сверху, и ею я беру его дальний отворот. Отсюда у вас есть множество вариантов атак. Тут есть удушка, различные ловушки, свипы, комбинации и тому подобное. Можно сделать треугольник, умоплату и кучу прочих приемов. Вот этот захват оверхуком с захватом за отворот – очень мощная штука. Ну-ка, поставь одну руку, чтобы им было лучше видно. Если тут его левая рука, значит захват я буду брать своей левой. Четыре пальца берут захват на рукаве. Правая рука идет под его рукой и хватает запястье моей левой руки. Тяну руки вверх и на себя, срываю его захват. И тут, смотрите, я также помогаю себе ногами. Я тяну руками, и тут также работают ноги. Таким образом, я могу вытянуть его на себя немного дальше. Я продолжаю держать захват за головой, пока другая рука не схватит его от ворот. Как видите, эта техника не подойдет для ММА или улицы. Вот что случится. И после того, как я взял вот этот захват, у него начинаются проблемы. Я всегда могу сделать удушку. Если он защищается и блокирует удушающий, я меняю захват на другой рукав. Теперь я контролирую обе его руки. Тут я могу подкрутиться на умоплату. Смотрите, тут можно сделать и рестлок. Итак, захват крест-накрест. Вторая рука под его рукой. Срываем захват за голову. Блокируем его руку и ищем дальний отворот. Очень-очень мощная техника и довольно полезная. Даже если вы сделаете лишь первую часть, сорвете захват. Это уже хорошо. Хорошо. Вы still got benefit out of that, too. Спасибо.